Про Россию нельзя говорить ничего плохого, ничего черно-белого, что нет вот такой однозначной правды по отношению к России, и что кто будет ставить вопрос вот так радикально, как мы, эти люди будут заноситься в специальные черные списки, они будут называться токсичными, и им будет прекращена помощь. — Ну то есть практически, если такой ресурс будет создан, мы на нем увидим что? — Очередных каких-нибудь смотрящих. Почему? Мы просто на нем увидим малокультурных, недальновидных людей, но мы видим таких людей на каком-нибудь дожде, как там они называют, тусовка, да, это провинциальные самодовольные кретины, не имеющие ничего в своем культурно-эстетическом багаже, ноль. Это философские нули, интеллектуальные нули, это говорящие, напыщенные русскоязычные гуси. Больше ничего нет. Все эти клубы Навального и Ходорковского, они все вместе в этой вот куче онкоошек, Навальный и Ходорковский, все два в одном, там уже они, и директораты те же самые, и вот они соответствуют критериям как минимум семи пунктов. И это вот по всем критериям отмывания денег и нечистоплотности, которые рекомендуют наше СТТ, да, бюро расследований специальных, у нас же есть сайты, и на сайтах эти вот все моменты описаны, как определить компанию афериста, либо который отмывает деньги. Добрый день, дорогие друзья, зрители и слушатели канала iNews и Чкерия News. У меня сегодня для вас замечательный гость, это гражданский активист из Литвы, из Вильнюса, Валдас Барткевичус. Добрый день, Валдас. Добрый вечер, добрый день. У нас сегодня такой разговор, который назрел, и который уже просто... Наша площадка, она не может эту тему не затронуть. Я могу себе представить, что есть такие очаги в некоторых странах русского мира, такие как Тбилисия, да, потому что Грузия оккупирована. Но я в страшном сне не могла себе представить, что, например, Вильнюс стал таким гнездом для хороших русских. То есть это такой рассадник, и не замечать это теперь просто уже невозможно. Я сразу скажу, что я несколько лет подряд наблюдаю такие тенденции, и я это списывала на какие-то единичные случаи. Есть несколько персон, которые я встречала в своей жизни, и я для себя с таким неприятным настроением, моментом отмечала, что эти люди, литовцы, граждане Литвы, как будто бы работают на Россию. Для меня это было очень странно, но теперь мы видим, что это какая-то, может быть, тенденция, какой-то ряд. То есть впервые я столкнулась с такой очень неприятной историей, когда в Праге появился Михаил Ходорковский, и рядом с ним был такой деятель, которому мы доверились только потому, что он литовец, понимаешь? Его зовут Кристиона Скучинскас. Я не знаю, знаком ты с ним или нет. Он представлялся как директор фонда Гидона Кремера, Кремерата Балтика, и был такой человек, который намекал все время, что он и с американскими спецслужбами, и с МИ-6 в Лондоне. И, в общем, он занимался и безопасностью Ходорковского, и такой медиа-менеджер. В общем, закончилось все это, сразу скажу, очень плохо, потому что там были такие тенденции, что этот человек просто поддерживал больше, так скажем, русскую сторону, чем нашу сторону, когда мы хотели говорить об имперской России. И это был 15-й год. Потом была история, когда господин Кубилиус объявил, как председатель Еврокомиссии, кажется, что Еврокомиссия рекомендует создать такой русскоязычный телеканал на всем пространстве европейском, потому что это необходимо. И, ну хорошо, есть такая рекомендация, но когда мы стали заниматься, ну, такими вот, да, отголосками этой рекомендации, выяснилось, что был такой вброс, что такой канал уже создается, это 21-й год. Создается он в Праге на деньги Евросоюза, и вот там будут такие некие русские СМИ. Это было до вторжения еще России в Украину. То есть мы сделали даже передачу, и я сейчас дам фрагменты этой программы, потому что мы сделали несколько интервью, такое расследование, кто же эти люди, хорошие, ну, тогда не было термина «хорошие русские», какие-то русские СМИ оппозиционные, которых рекомендует господин Кубилиус. И это была рекомендация Еврокомиссии. Опыт общения с российскими деятелями медиасреды среди оппозиционеров у меня уже большой, начиная с 2014 года. И он, так скажем, не очень увенчан таким вот согласием и успешными переговорами. По одной причине, что даже оппозиционеры российские обладают такой спецификой. Они практически все, за маленьким исключением, может быть, заражены имперской бациллой. Основать русскоязычное телевидение, европейское, которое бы, вот, наконец, вот все бы собрались и противопоставили бы что-то российской кремлевской пропаганде. Вот так сказал Европарламент. Это была рекомендация Еврокомиссии. Что надо сейчас русскоязычное телевидение делать исключительно медицинское? То есть основная должна быть линия в психическое здоровье? В психиатрии, конечно. Ничего другого я не вижу. Я вижу 140 миллионов психов, с которыми надо работать. А столько психиатров можно набрать? Да еще русскоязычных вряд ли. У русских поврежден интеллект, у русских повреждена психика, у русских отсутствует полностью культура. И сделать здесь что-нибудь невозможно до тех пор, пока не начнется новый эмпирический опыт. А новый эмпирический опыт может начаться только на гремычных развалинах, на пепле. Ну то есть практически, если такой ресурс будет создан, мы на нем увидим что? Очередных каких-нибудь смотрящих. Почему? Мы просто на нем увидим малокультурных, недальновидных людей. Но мы видим таких людей на каком-нибудь дожде. Как там они называют? Тусовка, да? Это провинциальные самодовольные кретины, не имеющие ничего в своем культурно-эстетическом багаже. Это ноль. Это философские нули, интеллектуальные нули. Это говорящие, напыщенные русскоязычные гуси. Больше ничего нет. Последняя история, которая меня вообще поразила. То есть, когда началось уже полномасштабное вторжение в Украину, и наш канал просто заблокировали от всякой помощи вот этих фондов европейских, я связалась с такой дамой, которую зовут Кристина Вайчунайте. Она работает в фонде European Endowment for Democracy, такой известный фонд, который, ну, кому он только не помогал. Вот кого вы знаете? Жанна Немцова, Ходорковский, Фри Раша, какие-то разнообразные фонды, аффилированные с гражданами России, они помогали всем. И когда я к ней обратилась, будучи в Брюсселе, а у них офис в Брюсселе, я говорю, что у нас такая ситуация, мы единственный канал, который говорит о агрессии России против других стран. Нам нужна помощь, нас отрезали. С нами поступили, ну, так, по-флибустерски, по-пиратски, отключили от помощи в такой момент. Помогите нам. Она говорит, нет у нас другие приоритеты. Я говорю, ну, как это возможно в такой момент? О, и все сейчас занимаются релокацией русских из России, из кровавого режима в Европу. То есть это такое предисловие. Для меня это был шок. Но теперь я понимаю, что есть некая тенденция. Мне больно за то, что это происходит в Литве, в Вильнюсе. И я знаю, что ты в последнее время сделал гигантскую работу по разоблачению вот таких гнезд, так называемых НКО, на содержании, да, у Евросоюза, у Америки. Я не знаю, вот об этом тоже надо поговорить. Поэтому я предоставляю тебе слово. При этом в скобках говорят, что я безумно тебе благодарна за такую работу. Итак, слово тебе, дорогой Валдос. Еще раз добрый вечер. Но напомню, что я был организатором той акции, во время которой облили Шендеровича кетчупом. Я заявку подавал на эту акцию. Я заявлял, я вел эту работу по этой акции. И я людей созывал на эту акцию. И в том числе наших исполнителей, которые волей и судьбы сделали то, что надо было сделать. И как бы не случайно мы это все продумывали. Ну, я уже говорил, наверное, не в одном интервью об этом. Так что повторяться не собираюсь. Другая очень большая наша акция и победа была, это дианонсирование проекта «Did you call Russia?». Вкратце «Call Russia?». И позвоните в Россию сегодня. И это поменяет мир. И вообще, наверное, война закончится. Там такие были маленькими буквами написаны слова. И эту дианонсировали мы акцию перед самим НАТОвским саммитом в Вильнюсе. Конечно, понимая, что, наверное, все-таки это за деньги те же западных спонсоров это делалось, чтобы начинать разговоры уже о перемирии с фашистским режимом Российской Федерации, так называемым. Я называю это Третьим Рейхем. Ну и, конечно, это соприкосновение со хорошими русскими у меня были, как и у многих, наверное, во время этих форумов, открытой России. Там не понимаю, не помню, какая это Россия. Это 21-й год, еще до войны. Я в Вильнюсе попал на конференцию. И для меня хватило ровно несколько минут, чтобы понять, что это о империи, а не о демократии. Я не понимаю таких людей, как Кубилиус, которые со своим большим интеллектом не понимают это за 10 или 15 сеансов сеансов Кашпировского или там сеансов хорошего русского. Для меня там понятно за 15 минут было, что это все-таки про империю, а не про демократию и про какую-то Россию будущего, новые Васюки или что-то в таком роде. И, конечно, даже в тот момент первый раз я в жизни задал вопрос Ходорковскому уходящему, потому что тогда на мыслях у нас был этот референдум 27 февраля в Беларуси 22-го года, который произошел уже после полномасштабного вторжения в Украину. И я тогда задал вопрос вообще «А какое ваше мнение вообще об этом?» Он сказал «Я не политик, не российский политик, задавайте российским политикам» и что-то такое, а потом очень смервничал и убежал. И это понятно было, что он просто виляет и убегает, и покраснел, и убежал. Ну, это было первое. А второе у нас было в Вильнюсе вот в этом году, когда он приезжал в клуб веселых и находчивых россиян, которые живут на самом хорошем месте Вильнюсе, это Ужупис, Заречья так называемая, где они имеют свой open space office, и там они коваркингом, коваркингом занимаются, и разные там либо торские инициативы продвигают на свет. Тогда мы пробовали протестовать против Ходорковского, я состоял с флагом Ичкерии свободной, и мы хотели задать вопросы именно, что касается Ичкерии, как вообще он это оценивает, потому что на другом форуме у этих же самых русских я слышал слова Каспарова, Гарри Каспарова, где он сказал, что мы понимаем, что может развалиться Российская империя, мы понимаем, что Кавказ будет свободным, ну и скатертью им дорожка. Для меня, как совершенно владеющим русским языком, скатертью дорожка означает, что пошли они все на три буквы, но для прямого перевода это звучит очень красиво, хорошего пути. И вот тут мы понимаем, что западный мир все-таки заблуждается в хорошем переводе, потому что перевод переводится дословно, а не в той значимости, в какой он существует. Ну и для меня это вот скатертью дорожка показывает, да, скатертью дорожка говорили нам и Токсов. Как вы будете жить без российской нефти, без российского газа, как вы будете жить без нас. И разные другие нарративы, которые применялись и к Сокартвеллу, и к Чкерии, наверное, и к Абхазии, и к Украине той же самой теперь, даже к Беларуси, наверное, тоже самое применяется. Как вы будете жить без дешевого российского газа. Но украинский, этот российский газ, это не дешевый. За это мы платим 300 больше лет крови. И цена крови неизмерима деньгами. Ты раскрыл какую-то схему, когда тебя пригласили объяснить люди Волкова, насколько я понимаю, что они действительно хорошие. То есть они тебя позвали, чтобы нарисовать вот эти НГО, сколько их там, 25? Но там история такая, что один наш активист, бывший, и все же россиянин все-таки, но он убежал оттуда же, и корни у всех россиян те же самые, и даже хороших россиян, как некоторые мои знакомые россияне говорят, не верь даже нам, потому что мы уже инфицированы. И это по-настоящему так, потому что любые хорошие инициативы, которые они делают, они все равно рано или поздно могут сломаться и подвести на каком-то этапе. И я не буду там удаваться в подробности, но хорошее то, что Миша все-таки вышел один, ну, нехорошо то, что вышел один, потому что там был договор выйти против этих будок ШИЗО Навального протестовать очередной раз, но мы уже тогда его обмотали в черную пленку, повесили значок Груз 200, и по-моему этого хватало. Я как раз был в Украине и не мог уже дальше там продолжать, да и смысла не было. Но Миша пошел протестовать опять и раскрасил мелками эту будку Навального, так называемую ШИЗО, разными эпитетами, где Навальный призывал признать Гиркина-Стрелкова политзаключенным. Ну, конечно, он имел право на это делать, он это сделал, но на него вызвали полицию, предъявили обвинение в вредительству частной собственности. И вот на этом обвинении, на этом заявлении промелькнуло одно название одной НКО. И мы начинаем по чуть-чуть копать, и мы копаем глубже, как бы, и смотрим, что по этому адресу, где-то НКО регистрировано, находится еще несколько НКО, или там закрытых акционерных обществ, директора разные, но это члены одной семьи, и там еще есть какие-то там на других адресах, потом уже мы развиваем эту сетку. Ну, это расследование делают другие люди сейчас, я надеюсь, что-то все получится им, но то, что вот лежит наверху, это в открытых источниках, больше 20 НКО и ЗАО, на четырех адресах, четыре члена семьи, и там три бомж-директора, среди которых один гей-активист, активистка гей, и это вот по всем критериям отмывания денег и нечистоплотности, которые рекомендуют наше СТТ, бюро расследований специальных, у нас же есть сайты, и на сайтах эти вот все моменты описаны, как определить компанию афериста, либо который отмывает деньги. Я даже вчера вот взял друг эту ссылку, выкинул в посте Жильвинос, и я начал читать, и эти вот, все эти клубы Навального там и Ходорковского, они все вместе в этой вот куче НКОшек, Навальный и Ходорковский, все два в одном, там уже они, и директораты те же самые, и вот они соответствуют критериям как минимум семи пунктов. Как минимум это члены одной семьи, компаний больше одной на человека, адреса разные, и не в представительских помещениях для бизнеса, а в обычных квартирах. На этих адресах регистрированы еще другие компании других людей, либо другие компании, ну, либо эти люди являются еще другими владельцами других компаний на других адресах. Ну, там еще критерий было несколько, но вот по этим критериям понятно, откуда деньги тоже непонятно, это самый важный критерий. И вот именно на этой НКОшке, которая делала эту будку Навального, там мелькает в открытых тоже данных, мелькает сумма 5 миллионов евро, которые переводились, то ли там какой-то другой фонд по борьбе с коррупцией, и которые деньги, непонятно откуда они, 500 тысяч от Гугла, а 4,5 миллиона непонятно откуда. И вот эти интересные вопросы, потому что, опять же, тут местные расследователи, исследователи их не будут задавать эти вопросы, потому что они все-таки с этими людьми каким-то образом знакомы и связаны. Литва маленькая страна, и тут кумовство, наверное, даже больше развито, чем в Украине или, ну, может быть, на таком же самом уровне, как Грузии, потому что города небольшие, и люди, которые наверху, они каким-то способом рано или поздно пересекались, может быть, выпивали, может быть, кумовались даже физически, а может быть, вместе с женами менялись там, ну, неважно, разные моменты могут быть в жизни, но вот эта сплоченность ихних рядов тоже такое, ну, странное, потому что люди ведут себя как сектанты, и в большинстве случаев они не готовы бороться за правду, потому что он все-таки там человек, которого ты знаешь, а как ты будешь с ним портить отношения, и вот это вот все везде насквозь пропитано этим, и даже когда мы этот Call Russia анонсировали, там тоже, ну, у нас, которые самые главные расследователи в Литве, ну, это, значит, эти исследовательские центры, да, а все три главных исследовательских центра, они раньше, эти люди работали раньше в этой, в этом медиа 15 минут, который, ну, представился главным руководителем этой акции Call Russia, ты понимаешь, они все в одной куче, и ну, как ты попрешь против стада, ну, никак не попрешь против стада, и поэтому, когда находятся такие активисты, как мы, которые начинают копать и копать глубоко, конечно, они должны потом бежать сзади и пробовать как-то там выходить с этого положения, и вроде бы такие есть же предположения, что штаб Навального тоже в скором будущем оставит Литву наконец-то, ну, потому что тут им некомфортно уже, я так понимаю. Вот в этом расследовании, которое ты проводил, и твои друзья, было понятно, кто доноры этих НКО? Ну, вот в том-то дело, что мы это расследование так еще такого и не делали, оно запущено, как бы там другие люди делают, и ждем результат, но это не из Литвы делают, как бы эти люди, что-то мы накопали, что накопали мои там друзья-журналисты, старенькие уже пенсионеры, кто-то там еще чего-то накопал, но вот то, что накопали, скинули мы дальше, и сейчас пока что ждем расследование уже по схеме, как это делалось у самого Навального, который боролся с коррупцией, который сам, наверное, один из самых больших коррупционеров, и по такой же схеме будет делано, наверное, я надеюсь, что будет тоже табличка, будут эти картинки красивые, куда зашло, и как там зашло, я надеюсь, что в скором будущем это появится, и в нормальном формате мы сможем это представить для наших зрителей, для наших, ну, тот, кто нас слушает, и чтобы не было иллюзий, кто они такие, потому что все-таки с режимом того же самого Путина должны бороться люди, те, которые не замазаны тем же самым, а они просто порождение того режима, они просто неудачная копия, которая просто поставлена как спойлер, и они как спойлер работают, и притягивают на себя разные разных депутатов, даже Европарламента, которые запарили мозги и сказали, что мы, вот, мы могут лицо новой России, хотя они по-настоящему просто прокладка, и просто новые фюреры, которые хотели бы быть на месте плохого фюрера и вести войну покачественнее, с победным концом. Медиа поддержка таких людей, вот как, например, ты мне сбросил это интервью с Котеночкиной, да? Ну, то есть, просто жертва кровавого режима, и, ну, просто выжимают уже, выжимают слезу фотографии одного и того же ракурса, 20 фотографий, вот эта медиа поддержка, они как-то вот вместе работают, эти люди, которые тоже в Литве теперь находятся? Ну, вот, медиа поддержка, вот, где я скинул тебе статью, это все-таки государственные, государственные медиа, ЛРТ, что ты понимала бы, у них бюджет, наверное, больше 70 миллионов евро в год, и критерии отбора там тоже непонятны, потому что некоторые нарративы идут от власти, от правящей коалиции, они имеют какое-то влияние, какое-то влияние имеют от ангажированных журналистов, но и, наверное, все-таки, ну, я не знаю, но, возможно, берут и деньги за то, что вбрасывают эти проплаченные статьи, либо каким-то способом их уговаривают, что это вот все-таки нужно показать, потому что вот они такие хорошие, пушистые, и эта вот статья, она появилась не просто так, а проявилась в контексте с другими там статьями про белорусов, потому что начали писать там некоторые вещи про литвинизм так называемые, и там депортации то ли русских, то белорусов происходит, постоянно, то закрываются границы, то очень много вопросов разных, хотя летом вроде бы сезон не политический, но мы сделали так, что этот сезон стал политическим даже летом, мы стараемся выносить разные тяжелые вопросы, и они начали, конечно, заняли оборонительную линию и выходят в большие медиаресурсы, которые может быть нечистоплотные в этом плане, и протаскивают вот эти вот все статьи, в которых так хочется себя обелить и показать белым и пушистым и настоящим оппозиционерам, но тем не менее в этих статьях опять находится очень много информации, и той вчерашней статье, это Елена, как ее да, Елена, она пишет, что в России 150 политических заключенных, которые вышли с плакатиками против войны, и тогда мы понимаем, что один из миллиона, грубо говоря, выходит против войны, и мы тогда совершенно правы, что мы говорим, что вся страна воюет против свободного мира, против Украины, против свободных картвелов, против свободных ичкирийцев, против всех свободных людей борется вся страна рабов, которая выросла, которая выросла в 400-летнем или там 300-летнем как минимум гулаге, который начал строиться даже, наверное, не Петром Первым, а Иваном Грозным, и этот гулаг выстраивался и крепчал, и крепчал, и этот гулаг, он просто порождает рабов, которые никогда не будут свободны, даже если их поселить на очень-очень свободный остров свободы Литву или Чекию или Италию, эти рабы, приехавшие сюда к нам, они не поменяются никогда, просто никогда, это невозможно сделать, потому что они уже испорченные, они инфицированные, и на жаль, их можно вылечить только одним способом, убивая их на рубежах к нам, это Украина сегодня, или Чкерия, или Сокартвелла, неважно где, но их надо просто вот так, а те люди, которые понимают, что они инфицированные, и могут быть в условном карантине здесь, конечно, надо им помогать, чтобы они были бы в условном карантине здесь, но опять же, ну, свобода голоса, наверное, это не про то, ну, я на жаль и за права человека, и за свободу голоса, и за все остальное, но вот этим людям свобода, и глоток свободы иногда бывает просто токсичен, и травит их, и они просто сходят с ума, и вот, вот это я уже замечал, и это понимаю, что вот свобода просто не для них, ну, честно говоря, для поколения, которое вырастет из них, так выросли уже послереволюционные беженцы, которые политически у царской России убегали на запад и там оставались жить, и их дети просто становились членами этих обществ и забыли свой родной язык, наверное, это самый хороший путь для некоторых членов этой расы. Ты знаешь, у нас, когда мы были в Чехии, потому что сейчас мы уже оттуда уехали, скорее всего, вот из-за этих тоже из этих соображений, по этим причинам, что вот демократия в Чехии предполагала такой подход, ну, как бы вот есть в Германии, например, общество Путин-Ферштейн, да, немцы, а чехи были очень вот good Russians Ферштейн, то есть они очень-очень любили помочь, собственно говоря, Чехия первая страна, которая вот так запустила людей после Болотной, да, это была такая вот волна, после протестов на Болотной, и они перекладывали свою любовь к тем, кто вышел в 68-м году на Красную площадь, на вот этих новых приехавших русских, но, то есть для меня было понятно, что это агентура русская, то есть не было никакого сомнения, но чешские журналисты и чешские политики, они просто их облюбовали, они не слушали, что говорим мы с Андреем, например, про войну в Грузии, про войну в Чечне, они просто блокировали эту информацию тоже и давали им площадку, то есть там был такой рост вот для этих хороших русских, вот Литвин, Морозов, вот вся эта, знаешь, в Карловом университете целый рассадник просто этого ужаса, радио Свобода, русская служба, то есть все вот это была такая вот малина просто для этих людей, мы просто там уже стали задыхаться, так вот, когда началось полномасштабное вторжение, в этот же день мне позвонили чешские журналисты и говорят, ну теперь говори, я знаю, что с таким уже просто, я говорю, ну спасибо, вот дотянули, когда теперь мне дали слово, большое спасибо, да, и я понимаю, почему чехи так делают, почему политики чешские их поддерживают и продолжают поддерживать все равно, потому что на кону стоит целостность Российской Федерации, так вот у меня вопрос, литовские политики сейчас вот продолжают подход к хорошей Ферштейн, да, хорошей русской Ферштейн, они это делают из наивности такой, из демократических ценностей, из приверженности, или все-таки из соображений целостности Российской Федерации? Ну вот, на одной из конференций последнего года, куда меня запустили, потом не запускали, потому что я там плохую оценку дал этой конференции, а именно вот в прошлом летом, в прошлом августе, год назад, именно об этом наши некоторые спикеры, которые, нормальные, литовские, уважаемые ученые, это Бахметьевас и Денисенко, Денисенко вроде, ну, они нормальнейшие люди, вообще-то, они тоже затрагивали эту тему, что вот все-таки нам все-таки опасна развалившаяся Россия, для Запада невыгодно раздробление России, потому что все-таки надо будет бизнес вести, это, наверное, год назад что-то звучало даже от наших некоторых общественных деятелей, да, и, наверное, это звучит и на Западе, потому что, наверное, задаются вопросы, а кто будет платить репарации, хотя я не знаю, как можно взять репарации от стороны, которая проиграет только на рубежах в Украине и которая не падет в Москве, но для меня совершенно непонятно, каким способом можно будет заставить платить ее репарации, ну, серьезно, и зачем нам вести торговлю опять с этой стороной, когда у нас уже идет трансформация, на экологическую, на зеленую энергетику, трансформация всего идет в замкнутый круг, и зачем нам вообще Россия в торговле, если мы можем все, что мы покупаем, мы покупаем на Западе, и нам не нужна Россия вообще, и когда люди начинают говорить, а нам надо вести торговлю, а зачем нам вести торговлю, чтобы опять встать на те же грабли, и теми же граблями удариться в лоб, но это было 300 лет подряд, и сколько еще надо лет ударяться в те же грабли, чтобы не понимать этого, и этот вопрос задаю громко, и некоторые мои даже друзья, которые не поддерживали даже меня в этом плане такой жесткости, потом говорят, Валда, все-таки ты прав, потому что зачем нам торговать с этой стороной, если мы можем выжить без нее, ну, будет граница на той стороне закрытая, ну, и нам-то что, я в России никогда не был в жизни, и не хочу туда ехать, ну, зачем мне туда ехать, зачем мне Эрмитаж, зачем мне Петербург, зачем мне Достоевский, я не читал Достоевского, честно признаюсь, и мне русские тут в одном, на одном встрече в Варшаве объясняли, какой-то Достоевский, мы сидим, может, давай мы сидим, я говорю, как хорошо, что я не читал Достоевского, мне так хорошо, потому что мне ни черта не жаль его, честно мне жаль, но они так его рассказывали, а мы там говорили, зачем, зачем, я знаю кучу других хороших писателей, которых я читал и любил, начиная Гемингуэем, заканчивая Эриха Мария Ремарком, зачем мне Достоевский, зачем мне Булгаков, ну, хороший мастер Маргарита, читал этот мастер Маргарита, но я думаю, что жизнь можно и без них, и без Булгакова, и без Блока, и без Лермонтова, и без черт знает кого, вот зачем, что они уникального дали для мира, ничего, письменность украли у греков, что еще, культуру, религию у Византии, что еще, ну, а больше ничего, название у Киева, у Киевской Руси, все сперлись, все просто украли и приспособили себе, ну, и там те же Кремли, все разные, наверное, в Казани, Кремле, Кремле и все остальное, построили татары, мусульмане, ну, здравствуйте, а где ваши? А где ваши? Ну, честно, а где ваши? Матные слова, и те украли у татар. Ну, так, даже это не могли сочинить. Валдас, у меня такой к тебе вопрос. Когда ты будешь тоже вот заниматься этим расследованием, кто является донорами вот этих НГО, ты можешь меня также привлечь к расследованию, потому что я знаю не понаслышке, что там творится на уровне донорской со стороны Соединенных Штатов, какие там есть вот эти доноры, в которых сидят абсолютно русские люди. И, то есть, когда ты смотришь в глаза этим менеджерам, которые представляют какие-то фонды какой-то дружбы американской, русской, или какие-то там свободных таких Россий, ты видишь просто глаза человека-слубянки. Поэтому там история очень-очень нехорошая. Это все, я думаю, через какое-то время обязательно вскроется. Тенденции я вижу. И я тебе скажу, что еще два года назад, когда мы пытались в эти фонды обратиться с информацией, что такое на самом деле Чеченская Республика Ичкерия, что это независимое государство, и что весь мир был обманут вот этими русскими либералами, ну, мы понимаем, что разведка работает, да, и так далее, что у них есть эта информация. Но это все равно, как бы так, да, вот с уважением к ним, что давайте мы вам расскажем, вы, наверное, ничего не знаете об этом, мы вам расскажем, что вообще-то Чеченская Республика Ичкерия независимая и оккупированная, да. Так вот, реакцию, по реакции, мы поняли, что мы попали прямо в самое яблочко, и что вот эти засланные агенты в эти фонды американские, потому что зачастую они и являются донорами вот этих НКО, НГО, хороших русских, они нам говорили еще два года назад, что рекомендация такая идет от властей американских, ну, мы понимаем, что она интерпретированная ими, что про Россию нельзя говорить ничего плохого, ничего черно-белого, что нет вот такой однозначной правды по отношению к России, и что кто будет ставить вопрос вот так радикально, как мы, эти люди будут заноситься в специальные черные списки, они будут называться токсичными, и им будет прекращена помощь. То есть вот эта информация такая, которую я знаю точно, и если понадобится эта информация, я раскрою ее в достаточно таких серьезных пределах. А что ты можешь сказать про вот это вот направление американское, насколько ты оттуда чувствуешь волны, что эта часть фондов просто оккупирована тоже русской агентурой? Для меня вообще понимание вот то, что оккупировано русской агентурой, даже вот, когда думаю о других вещах, я размышляю, когда экспертизия оттуда, вот, вот у меня такие распространения, а кто является экспертом по России в Америке? И вот тогда, и вот задаю вопрос, вот этот именно, кто может быть экспертом по России в Америке? Ну, очевидно, что люди, которые знают русский язык. И дальше. Либо это иммигранты из бывшего совка, из ГУЛАГа, которые уже инфицированные, и которые не могут мыслить по-другому, либо американские граждане, которые выучили русский язык до очень хорошего уровня в Америке. Но потом я задаю вопрос, окей, инфицированные, это все понятно, да? Но, наверное, все-таки работают же на... жители той страны тоже работают, которые родились и выучили язык. И тогда задаю вопрос, а какого, извините, почему вообще люди свободной страны Америки учат русский язык? Ну, что может заставить ученика в Америке выучить русский язык в таком уровне, чтобы понимать эмоции, чтобы делать экспертизу? И не только это, да? Я понимаю, что тоже только любовь к русскому языку и к русской культуре. Любовь к Достоевскому вызывает, наверное, скорее всего, в многих вариантах вызывает, не только к Достоевскому, я говорю, к условному Достоевскому, вызывает любовь к языку и желание познать русский язык. То есть человек сам себя инфицирует русской культурой и русским миром, и потом он становится носителем этого вируса, который размножается уже в кулуарах госучреждений. И, конечно, заражение происходит везде по плотной, потому что эти все люди это агенты либо по нечаянно просто идиоты, либо просто не родились в этом гулаге и они не могут по-другому мыслить, либо они стали ими просто потому, что они идиоты. Ну, просто вот зашла им культура как каким-то образом вену, и они не могут от этого избавиться. Поэтому экспертиза, наверное, на таком уровне, потому что все верят, все-таки хорошие русские существуют, мы же видим таких красивых русских леди на красной дорожке в Голливуде, которые умеют даже пару слов на английском сказать, но не умеют слово сказать Украина, которая миссия была на красной дорожке в Голливуде сказать «помогите Украине победить Россию», потому что от этого зависит судьба моего мужа. Нет, она этого не сказала. Это леди, не знаю, как ее имя даже, если честно, но она такая со своими детьми, которые учатся в Стэнфорском университете, дочка, я так помню, понятно, что так просто не берут Стэнфорский университет, это стоит больших денег, обучение там, и она свободно там ходит, потому что все-таки спонсоры спонсируют даже такое, но про Украину слова не было. И писатели речей Навального, которые пишут тексты в Твиттере, в Инстаграме и в Фейсбуке от имени Навального, даже живя на Западе, не пишут про Украину, потому что Украина им, как и Литва, как Беларусь, как Сокартвелла, как Ичкерия, для них это просто ноль. Кто они такие, чтобы они же боги, почему они должны разговаривать о таких земных вещах, как маленькие какаши, которые живут рядом, которые жили всегда в их империи, которые они считают, они дали свет и культуру, которым построили не заводы, они же так говорят, они нам построили заводы, они принесли нам культуру, а мы были дикарями, мы все были дикарями в тысячелетней истории. Они самые последние стали цивилизацией, более-менее цивилизацией и начали себя называть цивилизацией, российской цивилизацией. Какая к черту российская цивилизация? Наше имя нашего государства великого княжества литовского тысячи лет назад уже произносилось и знали, что такое княжество литовское. То же самое и про Сокартвелла, наверное, и про Ичкирию, и про другие страны, которых они оккупировали, потому что они просто убивали нас. Потому что мы думали, что, наверное, уже даже все времена, 500 лет назад, литовцы вели очень нормальную политику по иммиграции, привозят татар из Крыма и звали евреев, которые приезжали и работали в Литве. Тогда у нас уже была цивилизация, 600 лет назад. Они просто завоевывали и вывозили рабов себе в рабство. Они к нам привели крепостное право. Не было, наверное, крепостного права у нас. Они это привели, это рабство. Страна рабов хотела сделать нас рабами, но не получилось. Валдес, давай последний вопрос тебе такой. Возвращаясь опять оттуда через океан в Литву, скажи, если вдруг выяснится такая связь лоббистская, коррупционная с литовскими политиками, хватит ли силу литовского общества победить вот эту чуму на примере сопротивления этой акции Did You Call Russia? Насколько ты видишь желание бороться с этой дрянью, с русским миром? Хватит ли сопротивления? Насколько опасно идти против такой коррупции, которая мафиозная, это серьезная сила? Я думаю, что все возможно, потому что все-таки не один я в поле войн, и это сообщество, которое вокруг, ну, мы делаем это, опять же, на фоне войны в Украине, но вот тут есть преимущество, нас же пытаются постоянно обвинить, что мы путинисты, мы за Путина, потому что мы боремся против оппозиции российской, которые точно-точно правильные, а не против Путина, но вот мы чуть-чуть отличаемся от них, потому что все-таки мы говорим, что мы не верим никому из той стороны, ну, никому, просто никому, ну, и не надо верить в это, потому что то, что, ну, и вот я надеюсь, что мы пробьем, просто, если мы понимаем, что церковь там орган КГБ, ФСБ, и мы даже, это все уверены у нас, все знают, да, да, точно, церковь у них это ФСБ, ну, тогда почему вы думаете, что оппозиция не могла быть создана по такому принципу, они смогли церковь подключить под ФСБ, где меньше, наверное, намного меньше, ну, вообще-то, ну, церковь можно подключить к ФСБ, можно подкупить сотни или там тысячи разных деятелей той же Эчкерии оккупированной, да, они не могли подкупить несколько политиков, себя назвали оппозиционерами, их же можем мы сочетать сколько, ну, наверное, 50 максимум, да, которые известны, которые хоть сколько-то там известны, которых можем имена назвать, ну, я могу назвать, наверное, человек 20, да, и вот эта вся оппозиция, разве тяжело создать 20 человек оппозицию, имея такие грандиозные финансовые возможности, как Россия, которая теперь получает, даже теперь получает под санкциями от 600 до миллиарда долларов каждый день за торговлю нефтью с Индией и Китаем? Слушайте, ну, откуда вы такие наивные? Ну, откуда вы думаете, что вы можете переиграть Россию, живя в Литве и получая крохи с барского стола? Вы говорите про Россию будущего, и потакивая этим псевдолибералам, и играя на их доске шахматой в виде пешек, и почему вы думаете, что эти фигуры, которые важнее вас, вам разрешать побить королеву или короля противника? Ну, почему вы это, как это вам в голову стреляет? Либо вы просто идиоты, либо вам хорошо заплатили, это два варианта, либо платят каким-то партийным структурам, которым выгодна эта ситуация, и которые могут за счет этого делать свободные выборы, да? тут разных моментов, не пойман не вор, как говорится, да, но, но, вопросы надо задавать, а если на вопросы нет ответов, значит, надо эти ответы искать, хочешь, не хочешь, надо их находить, и только здоровое общество, наверное, может найти их, если мы не сможем найти ответы на те вопросы, значит, наше общество не так далеко отошло от совка, и где страх, наверное, мы не должны бояться, а чем мы можем бояться, страшнее только смерть, а все мы умрем, поэтому чего бояться, того, что неизбежно? Валда, спасибо тебе огромное за этот разговор, я уверена, что наши зрители оценят его, потому что наша аудитория, она отличается от многих тем, что эту аудиторию невозможно обмануть какой-то фальшью и какими-то ложными, знаешь, посылами, наша аудитория, это люди, которые видели такое, что не приведи, да, поэтому спасибо тебе огромное за этот честный разговор, откровенный разговор, мы желаем тебе удачи в твоей борьбе, потому что это настоящая борьба, и мы очень надеемся очень скоро тебя увидеть уже с обновленной информацией и с какой-то информацией, которую так ждем мы все, Валда, спасибо тебе огромное, спасибо вам за вашу работу и добудет с нами сила, слава Украине, героям слава, нашего Субтитры создавал DimaTorzok